Экскаватор, ислам экскаватор, уже хотите угол? Экскаватор, это номер, это номер. А где где? Начальник участка ожидает прихода новой техники. В короткие сроки подрядчику необходимо возвести качественное четырехэтажное здание. Строительство объекта начато лишь две недели назад, а уже проделан колоссальный объем работ. Первый корпус уже заложили в фундаментную плиту, уже начинаем колонны, стены выводить. Как вы видите, второй корпус тоже уже ведется сетка. Человек 50 на каждом блоке, по 25-30 человек у нас работают. Третий корпус уже, котлован мы готовим, вот-вот-вот, два-три дня котлован будет уже готов. Там тоже, наверное, уже станут бригады, уже начнем. Единственное, 104 корпус, ну, по году мы идем. Как только котлован делаем, ставим бригаду, фундаменты делаем дальше, дальше. Ну, одновременно все четыре корпуса, есть у нас планы возвести одновременно все четыре корпуса. В рамках программы создания новых мест в общеобразовательных организациях республики начата стройка еще двух школ. В городе Молгобеке, Гоморзеевском округе. На строительство этих учреждений выделено более одного миллиарда рублей. В этом году уже открыты школы в нескольких населенных пунктах Ингушетии. Необходимость возведения этих встройобъектов возникает с растущей численностью населения и расширением географии их проживания. В этом районе около 500 домовладений. В каждом из домовладений практически дети школьного возраста. Им добираться до школы, девятой школы, до четырнадцатой школы очень сложно. Поэтому обращение жителей округа администрации города Назрань и как бы в свою очередь администрация города Назрань обратилась к главе республики просьбой построить школу в Гоморзеевском административном округе. Новая школа строится с соблюдением всех правил и применением последних технологий. Четыре трехэтажных корпуса вместят в себя просторные ученические классы, современную столовую, актовый зал на 500 квадратных метров, три спортзала и отдельный спортзал для учеников начальных классов. Также предусмотрены три компьютерных класса и библиотека на 80 посадочных мест. Не забыли архитекторы и про открытые спортивные площадки для игр в баскетбол, волейбол и футбол. А прилегающая к школе территория будет засажена хвойными деревьями. Строительство этого инновационного учебного заведения в шаговой доступности радует местных жителей. Хорошо, что у нас здесь строится школа, потому что у нас много деток, которые очень далеко ходят, ездят на автобусах в 14-ю школу, там дальше все. Мой ребенок, внучка, тоже ходит в 14-ю школу, поэтому мы очень рады. Но местные власти не намерены останавливаться на достигнутом. На территории округа уже отведена земля под постройку детского сада и досугового центра. К концу этого года подрядчик обещает сдать строительный объект. А уже в следующем учебном году дети Гамарзиевского округа смогут заполнить новые классы местной школы. Ева Ужахова, Султан Булгучев, Новости 24.